здравствуйте вы смотрите программу секрет успеха основана библии как и всегда мы размышляем о стихе которую мы размышляли на предыдущей неделе и как в этом году 2016 году мы изучаем еще качества которые должны быть христиан и я сейчас зачитаю какое качество мы изучали и потом стих мы изучали качество справедливость и противоположному пристрастие и стих который мы изучали я слава бы тебя правоте сердца получая судам правды твоей очень хороший стих но хоть так как мы переезжали на эту неделю уже свою квартиру к сожалению можно сказать это не оправдание я менее размышлял о стихе она больше размышлял просто слове качество справедливость вот что справедливость отличие от пристрастия это разумные суждения основано законе и характере бога то есть это разумное мышление и нет с нашего как мы его взяли на основана на законе основана слою божьему и если мы размышляем разумно по слою божьему мы тогда будем поступать справедливо а сейчас я хочу прочитать несколько цитат о справедливости люди хотят чтобы с ними поступали справедливо но они не замечают когда сами поступают несправедливо с другими людьми часто бывают такие ситуации а со мной поступили несправедливо ведь это несправедливо и если более вглубиться в эту историю в этот пример то можно увидеть что те люди которые говорят так они тоже в данный момент в ситуации ли не так далеко от этой ситуации они поступают самые несправедливо даже обвиняя даже тогда когда обвиняют других людях и это важно проверить за на за собою когда я хочу справедливости на самом деле деле я поступаю справедливо первую очередь справедливость это то что сегодня общество пытается добиться но чем усерднее они добываются тем меньше есть справедливости иногда я смотрю некоторые ролики на ю тубе особенно в америке и даже в россии когда выходит на улицу и спрашивает разные вопросы и люди отвечают и они как-то бы хотят чтобы справедливо было чтобы вот люди делали что хотят что ему сердце говорит как они себя чувствуют и с ними поводи не их не наказывали потому что они так думают вот чтобы справедливость вот для их было для каждого справедливость как они хотят но не задумаясь это если смотреть на результат и видеть на последовательность как мир продвигается чем больше люди это хотят как-то бы справедливости тем меньше справедливости в этом мире вот сегодня я зашел на телефоне мне показывать самые большие новости которые случаются сейчас в америке и там совсем кратко в десяти слов описано я эти новости не смотрю обычно на сегодня с утра проснулся посмотрел думаю интересно сколько я посчитал что там восемь новостей кратких можно нажать их и подробно читать из этих восемь пять новостей было описано о убийств который случился сегодня утром или ночью или вчера вот люди пытаются быть справедливыми еще справедливости но но среди восемь различных новостей было пять убийств возразличных убийств одна из тех было о том что сейчас в америке готовится переизбирание президента и совсем две тогда остается какие-то нейтральные вот о чем люди сегодня чем дальше добиваются быть справедливыми и следующая цитата поможет почему так люди хотят чтобы бог с ними поступал по справедливости но они не осознают того что если бог исполнить их желание то они все окажутся в жалком положении я сегодня приехал из конференции которая называлась отец и сын и для меня это было первый раз я уже поехал как отец то есть я уже слушал проповеди и размышлял как мне правильно поступать как а отцом уже будучи отец не только как сыном который меня тоже есть отец еще и на этой конференции было утро когда мы собрались возле костра и утренняя молитва была и там один брат рассказал такой пример который с которым я хочу с вами поделиться например он слышал проповеди это было советском союзе однажды такая учительница которые хотелось так справедливости перед своей страной перед советским союзом показать что она настолько правильно настолько она предана вот этой этом советском союзе в это идеологии что однажды когда она пришла в школу и пришли дети и она знала что в классе есть одна христианка маленькой девушки она говорит кто здесь верит бога знаю что она эта девчонка ответила я веру бога она говорит а кто такой бог и она отвечает бог это иисус христос и тогда эта учительница спрашивает покажи мне иисуса христа покажи проведи его познакомь меня с ним но естественно это говорилось не желание чтобы стать на колени перед спасителем вот этом а доказать что-то свое и девушка говорила в скромности что я не могу его вам показать ведь это иисус невозможно его показать он на небе она добиваясь это потом говорит иди позови вот другого человека старший назвал его по имени и девушка послушно позвала это человека и пришел назад вот и учительница говорит вот видишь вот ты позвал это человека он есть реальный и он пришел вот докажи мне что иисус реальный говорит и она сказала уходи с класса пока не докажешь что иисус есть реальный что ты можешь показать мне также как ты привела это человека конечно этот ребенок сильно расплакался был печален побежал домой рассказал эту историю мамы и мама и который младшие дети начали молиться богу что бог решил этот вопрос и когда начали моли они молились она стала быстренько и побежал бежит опять школы мама остановила куда ты говорит она говорит босс сказал мне что иди в школу назад я приду она приходит класс стучит говорит там можно зайду учительница говорит да садись а я твой спросил а где иисус и она отвечает что иисус сказал что он придет и все кто слушали думал интересно как здесь что что здесь будет что-то необычное как иисус придет совсем через краткое время все студенты учителька услышала в стук в двери и учительница так спокойно отвечает да 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 ходите но никто не ходил это продолжалось 2 и 3 раз и когда третий раз этот стук был учительница уже такая что там кто-то не может зайти но ведь на на подходит берут за эту ручку дверь им и падает мертвый вот так иисус пришел она хотела иисуса чтобы он доказал чтобы эта девчонка доказала иисуса не с как спасителем а получилось а как уже судьею и этот судья присудил смерть в этой женщине люди хотят чтобы бог с ними поступал справедливо и господь поступил справедливо то что она заслужила она издевалась этих детей она хотела увидеть судью она хотела увидеть тот что-то как в откровении написано что голос его подобнее множество волн лицо его белые из уз его в огонь она хотела увидеть вот это судью иисуса христа и как только он явился как только на прикоснулась его присутствие она упала мертвую поэтому это более касается и людям которые не доверяют бога не пытайтесь что бог проявлял вам справедливость потому что бог намного больше проявляет нам милостью по милостью потому что даже верующим людям потому что справедливость божья она очень строгая справедливости невозможно достичь без справедливого бога то есть все предыдущие цитаты которые мы говорили что люди пытаются найти стать справедливыми они это не могут сделать потому что не имея не зная справедливого бога ведь ведь истинная справедливость приходит только от господа и сколько они ищут ее она не они не могут найти вне христа мне бога то есть если я хочу чтобы ко мне поступали справедливо слово божье говорит золотое правило как хотите чтобы с вами поступали люди такие с ними поступайте то есть если я хочу чтобы со мной поступали справедливо я должен начинать поступать сам справедливо чтобы поступать справедливо как и здесь говорится нам не надо больше уподобляться на иисуса христа на господа чтобы знать как поступать справедливо следующая цитата чем больше справедлив человек тем больше он поступает по милости потому что путь божий именно такой бог иисус христос абсолютно справедливо был он всегда поступал по справедливости но он не поступал с людьми которые заслуживают справедливо наказания когда его распинали когда зеводевались плевали в щеки вот вот он не поступал с ними справедливо которое должно быть наказать даже то что они делали такое с человеком не говоря что они делали это с богом создателем сварцом поэтому если я думаю и хочу быть справедливо человеком я должен поступать по милости проявлять милость другими людьми и последняя цитата иисус никогда не добивался справедливости но всегда поступал справедливо я думаю не только у меня и вас бывает такая ситуация вот как-то не со мной не так поступили я думаю ну ведь это же не справедливо вот это не так обидно становится и это для человека естественно это мысли но давайте думать а как ну он не поступил справедливо но и к иисус иисусом поступали исправили как он поступал и тогда легче простить его это человека обидчика то есть человек который поступает справедливо или хочет поступать справедливо он делает некоторые вещи он хочет становиться более быть похожи на иисуса христа на бога потому что он справедливый следующее он будет проявлять милость потому что бог справедливый и он не поступает по справедливости он проявляет милость свою и третье человек который поступает справедливости он не хочет не добивается справедливости для себя потому что он он знает что он должен поступать справедливости и справедливый наш судья он сделает все как должно быть вот если мы эти три вещи запомним сожалению я сегодня не могу вам текст из писания сказать но точно знаю что 5 главе матфея об этом говорится как минимум поступать по милости чтобы увидеть господа на сайте капли сота есть рассылка на которую вы можете подписаться и каждую неделю вам на почту будут приходить хорошие проповеди аудиокниги статьи а также вопросы и ответы мы верим что этот сайт может стать для вас хорошим источником для духовной пищи и вот всех которые мы изучали а он как-то подтверждает все о том что мы говорили выше я слава бы тебя правоте сердца получая судам правды твоей я слава бы тебе как есть новом завете записано что два человека вошли храм один можно сказать прославлял господа своей молитве не правы те сердца своего а он говорил вот смотри вот тот человек такой 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 а я вот такой правой те сердца как славить господа правой те сердца но если мы осознаем что мы не справедливые что не на нет правильного ни одного то исключая нас то правильное сердце когда она представляет господа осознать что мы недостойные, что мы не поступаем правильно, что наши мысли часто бывают лукавы, что мы часто огорчаем нашего Господа. И попроси Господи, помоги мне ходить правом в сердце. Получай судам правды Твоей. И получается Писание, подобляться Господу, о чем мы раньше говорили. Получай от Господа, чтобы становиться более похожим на Иисуса Христа. Судам правды, то есть поступать выше справедливости, по милости. И снова мы видим вот этих три, что мы должны запомнить. Мы должны становиться похожим на Иисуса Христа, мы должны поступать справедливо, и больше справедливости это проявлять милость. И третье, мы не должны самоискать, чтобы с нами поступали справедливости. Я слава тебе против сердца, получая судам правды Твоей. Получая от Господа судам правды. Искать в Господе правду, она там есть, не в людях. В людях нету правды, так как и у меня нету правды, нету справедливости. Но я хочу черпать и получать эту справедливость от нашего Господа. А сейчас снова пауза. Это тоже удивительное качество. Часто не хватает его в нас удовлетворительность. Это мы можем отнести к разным, к семейным положениям, финансовым положениям, и так дальше, где мы живем, и твердыня, о которой мы говорим с тяжеством. Такое слово для меня, мало оно понятное. Я надеюсь, на этой неделе больше изучим. И стих, которые мы прослушаем сейчас, которые мы будем изучать, начиная сегодня. Удовлетворенность. Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек. Послание к евреям, 13 глава, с 5 по 6 стих. Удивительный стих. «Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть». И дальше можно читать. На самом деле, легко сказать, легко прочитать, но трудно исполнить. И пусть Господь благослит вас, молитесь, просите, чтобы действительно, изучая этот стих, вникая в этот стих, но самое главное, чтобы мы приобретали, и он у нас ображался в нашей жизни. А сейчас, как обычно уже, чтобы более понять этот стих и это качество, мы предлагаем прослушать вам вопросы, которые называются в видео «Проверьте свое сердце». Господом, до встречи через неделю, если Господь продлит жизнь и возможность. «Проверьте свое сердце». Благодарил ли я Господа за то, что Он мне дал? Могу ли я перечислить некоторые из Его даров? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok